Продолжение следует... Продолжение следует... Туристическое агентство. И вот он сидит один вечерок уже под вечер, смотрит на свои стулочки, и там старушка и старичок в окно смотрят, наблюдают на все эти сейлс, знаете, все распродажи, которые существуют. И вот они, значит, смотрят в окно, старичок и старушка, и он с улыбкой говорит, о! В его появилась возможность сделать акт доброты, спонтанный акт доброты, random act of kindness. И вот он вызывает одного работника, другого работника, говорит, видите, вот старушка и старичок, да? Вот ты и ты, вы выпишите им туристическую поездку в Флориду, пятницу, субботу, воскресенье. И вот выписал, и доволен такой, говорит, Господи, благодарю Тебя, как Ты помог мне, и я вот бесплатно, даром старушке, старичку сделал большой подарок. Через две недели старушка смотрит снова в окно, и довольно, довольно радостная. А начальник наш, брат, во Христе выходит, затронул ее на плечо, говорит, бабушка говорит, ну, как вам, понравился тур в Флориду? Ой, говорит, спасибо, спасибо, кого же поблагодарить? Ну, можете меня поблагодарить, я начальный. Ой, спасибо, говорит, приехали, говорит, в мой дом постучали, меня забрали, в лимазине, говорит, первый раз я в лимазине прокатилась, меня в аэропорт отвезли, понимаете, в самолете даже и пищу дали, вообще никто, и пищу не, а мне и даже паечек дали, говорит, а потом, говорит, в аэропорту встретили, в гостиницу привезли, а гостиница, говорит, я в такой гостинице всю жизнь еще даже не бывала. Он говорит, как вам все вообще было? Говорит, ну, у меня есть один вопрос. Кто этот старик, с которым я должна была номер разделить? Кто этот старик, с которым я должна была номер разделить? Вот такие даже христиане, он хотел помочь, он думал, что это пара, значит, муж и жена, они оказались вообще другие. И такое бывает в жизни, наталкивание на вот такие моменты. Братья и сестры, это очень серьезный момент, я просто хотел это рассказать для того, что бывают ошибки в жизни, да, ну, ошибки серьезные бывают. Но сегодня мы поговорим о измене, о неверности. Спасибо, спасибо, я забыл, забыл эту волшебную палочку, волшебная палочка. У нас тема довольно серьезная, неверность и измена. Значит, в славянских церквах, я думаю, оно не так известно и не так видна, как она вот в американских церквах между парами, даже и пожилыми, и старшими, и среднего возраста, и молодоженых. Измена никогда не начинается, вот спонтанно так произошло и все. Я хочу поделиться с вами, вы, наверное, никто не знаете, я работал с Библейской лигой, 15 лет курировал работой по Средней Азии, и в ту страну включалась Монголия. Монголия, Монголия, 20% населения говорят по-русски, и у них кириллица, все, я могу читать, вы можете прочитать, но не знаете, что читаете. И вот в Монголии директор наш монгольский, значит, в Улан-Батар, было такая, уже надо информацию посылать, компьютеры были, компьютеры появились, и наш директор начал использовать компьютеры, он научился как компьютеры использовать. И потом, через два года, пишет мне секретарь, что директор показывает мне панографические картинки, и спрашивает меня, хочу ли я так поступать или нет. Вот, я на первое письмо написал, я говорю, что-то, я говорю, мне трудно представить, это же директор, он красноречивый проповедник, библейскую школу окончил. Снова она подтвердила и написала мне, что да, это лично со мной происходит. И уже ни раз, ни два, и он показывает мне вот эти картинки на компьютере. Пришлось ехать, пришлось встречаться, встречаюсь с братом, он как-то отвиливает от всего. Пришлось в Монголии, проблема в том, что там нет динаминации, вот баптистский союз, или там пятидесятники, или вот там другие такие союзы, понимаете. Просто они христианские церкви, и, значит, такого нету, чтобы собрать братство и сказать, вот давайте решим этот вопрос. Но я написал секретарше и сказал, что ты можешь с пастырем поговорить, чтобы ваш пастырь, который знает ситуацию, пастырь, который уже встречался с секретаркой, и уже, чтобы она не могла впасть в вот этот блуд и грех, он уже ей помогал, пастырь. Потому что я ей сказал, что она должна обязательно рассказать своему пастырю, и в церкви должна найти молитвенников, и в церкви должна именно оберечь себя. И, значит, когда я приехал, она уже организовала, и пастырь собрал других пяти пастырей, и пришлось сделать встречу с директором, уважаемым человеком, и пришлось в присутствии вот этих пяти пастырей, и я снимать человека с своего поста. Я подумал, неужели человек, который хорошая зарплата, уважаемый человек, проповедник хороший, разбирается в Слове Божьем и потерял все. Потерял зарплату, потерял статус. Жена, после этого, я узнал, стала его жена, все это недопонимала. И я просто сейчас, меня немножечко даже волнует том факте, что его жена не могла все это воспринять, и стала, как сегодня я уже знаю, алкоголиком. Поэтому, я всегда думаю, может, что-то я неправильно сделал. Как бы сохранить, чтобы его жена тоже? И вот такие трагедии происходят. И потом я подумал, да не он только такой важный человек. В Библии писатель, поэт, музыкант, генерал. Тот, который мог льва разорвать вот так. Победа над Голиафом. И вот он один день стоит в своем доме. Я говорю, как же ты смог это сделать, Давид? Давид, ну ты же знаешь, я твои псалмы пишу. Вчера вечером я не мог прочитать эту историю. Просто, просто до конца не мог. Давид, как же ты смог? Стоит он на кровле. Стоит он. И вот он увидел. Он посмотрел. Я говорю, Давид, как? Давид, 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 как же ты смог? Давид, как же ты это смог сделать? Как? И мы знаем все последствия. Мы знаем последствия Давида. Увидел. Посмотрел. А Иисус Христос говорит, если око твое соблазняет тебя, что сделать? Я не знаю, как вырвать око. Мало. Я не вижу братьев здесь, чтобы ходили, знаете, с закрытым глазом. Если нога соблазняет тебя, отрежь ее. Хромых что-то не вижу. Сверука твоя соблазняет тебя, отрежь. Что-то все с умными руками. Понимаете? Мы тебе, говорю, Давид, может быть, тебе бы надо выколоть один глаз. Как же ты мог это сделать, Давид, Давид? Царь. И потом, Бог от Версавии и Давид назначают Соломона. И вы знаете, этот грех, он может быть не точно наследственный, но он, наверное, проверил жизнь отца своего Соломон. И, братья и сестры, жизнь Соломона трагически окончилась. Конечно, в конце Писания он потом уже, выслушайте сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его. И старайся соблюдать все, потому что Бог приведет все на суд, тайное или не тайное. И думаешь, Соломон, ну, самый мудрый человек. Как же ты мог это все сделать? Братья и сестры, к чему я привожу вот эти примеры? Потому что самые величайшие, самые великие люди, которые бы сказали, я никогда не впаду в этот грех. И как только мы вот говорим о некогда, оно может случиться. И потом, пример один очень интересный для меня, это Иосиф. Он вышел, значит, его приводят, и он в семье Понтифа, его повышение повышает, все. И он даже дозволил весь дом Понтифа, Иосифу. И даже его жена, жена Иосифа. И когда жена к нему подступает, в Священном Писании сказано, как же я могу согрешить против Бога. Этот грех не только против Бога, но Библия говорит нам, что это грех против тела. Не все грехи, но этот грех против тела. Вы же знаете про венеральные все заболевания. Наверное, наш доктор, он бы мог вам очень прекрасно, хорошо все это рассказать. Никакой грех не убивает человека, как вот этот. Я помню одно свидетельство, когда я еще был молодым тинейджером. Должен сказать, я вырос в те времена в Австралии, когда было флэл-пэл. Вы знаете, это маруана, наркотики, свободная любовь, 70-е годы. Это хиппи. Вы знаете, когда хиппи были? Волосы отращивали. В нас мы могли жить в коммуне. Не обязательно какая там женщина или девочка. Это флэл-пэл. Знаете, это было, когда мы на Волсфайгенах этих маленьких ездили. У нас сэрфбот была, знаете, доска по волнам этих кататься. Ой, было все доступно. От наркотиков до женщин. Вот такой момент в нашей жизни. И в этот период жизни Господь как-то, я думаю, своими сильными руками мог оградить и сохранить нас. И в этот период один брат покаялся, молодой человек, и рассказывал свое свидетельство. И незабываемые слова, которые я хочу поделиться с вами. И вот он рассказывал, что у него девушка была другая, там что-то такое. И потом с одной девушкой переспал, встает рано утром, ей уже нету, он входит в свою ванную, где он умывается, он вымылся, глаза протер. И вот на зеркале красным губная паста женская. Welcome to the world of AIDS. Добро пожаловать вам в миро СПИДа. Вы представляете, как это стукнуло меня? Я на него смотрю, до молодого человека. Добро пожаловать, потому что она была уже зараженная, она передает ему, и вот говорит, я не знаю, что делать. Венеральное заболевание и СПИД. Большому удивлению он покаялся, нашел Христа, он исповедовал свой грех. И Господь, Господь чудесным образом, как-то, он не умер, не заболел, но хотя были какие-то там признаки. Я все эти медицинские термины не знаю, и это для меня очень-очень-очень тяжелый вопрос. Хочу поделиться с вами некоторыми стихами, и потом сегодня мы посмотрим на Евангелие от Луки, 10 глава. Этот вопрос был поставлен Иисусу Христу. Вот этот вопрос фарисеи, саддукеи, эти лицемеры, они хотели поймать Иисуса Христа именно по этому вопросу. Мы посмотрим на это. Ну, хочу прочитать вам некоторые стихи. Вот из Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные царства Божии не наследуют, ибо обманщики, ни блудники, ни едолослужители, ни приболядейцы, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники царства Божьи не наследуют. Здесь интересные такие слова. Лихаимцы, малаки и так далее. Малаки – это люди, которые переодеваются мужчинам в женскую одежду, женская одежда, в мужскую одежду. Такое слово, что надо в словаре проверять, да? Избегайте блуда, всякий грех, который делает человек. избегайте блуда, всякий грех, который делает человек, есть не в теле, а блудник грешит против своего собственного тела. Вот такие места из Священного Писания. И сказано, вы слышали, что сказано в древней, не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй, или не вступай вот в такие незаконные вещи. Посмотрим тогда сейчас вот на Евангелие от Марка, десятую главу. Я 12 стихов прочитаю вам. Посмотрим на это место, разберем это место, и потом у нас будет по презентации, по поинпрезентации и виды изменения. Это тяжелые вопросы, тяжелые вопросы. Вот Евангелие от Марка, десятая глава. Евангелие от Марка, десятая глава. Послушайте Слово Божие. «Отправившись оттуда, приходя в пределы мужские, где же, подождите, иудейские, да, даже и очки уже не помогают, отправившись оттуда, приходя в пределы иудейские за иорданской стороной, опять собрались к нему народ, и он по обычаю своему, он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужчину с женщиной? И он сказал им ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же творения Бог сотворил их как мужчину и женщину. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одно плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетает, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили, спросили его о том. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Это Слово Божие говорит нам о том, что Иисус Христос был в Иудейской Иордании, переходит он на другое место, и народ, увидев, что Иисус Христос там находится, приходит к нему и по обычаю Иисус Христос учил. Интересно, да? Не только проповедовал, а он учил. И вот сказано, что он учил, и подошли к нему фарисеи, это лицомеры. И лицомеры задают ему вопрос, позволительнее разводиться мужу с женой. Во время Иисуса Христа было две или два учения фарисейское. Одно учение фарисейское было такое, что можно попросить у раввина или у священника письмо о разводе за любые какие-то ошибки. Ну, корову не подоила, пищу не сварила правильно. И самые простейшие, самые такие элементарные вещи, и вот фарисеи разрешали или писали письмо разводное, и было такое унижение женщин, такое унижение женщин, что меня расстраивает. То, что за всякий пустяк фарисеи им разрешали разводиться, а потом что ей делать? Женщина без человека не могла выжить в те времена. Она стает неверной, ей должна находить другого человека, братья и сестры. Во времена Иисуса Христа, поэтому он их гробами белыми называл, поэтому Иисус Христос не любил этих фарисеев, потому что они могли разводное письмо за пустяк отдать человеку, и он получал это письмо. Иисус им не отвечает, вообще мудрые евреи и говорят, я никогда не отвечаю на вопрос, просто ответил, я отвечаю на вопрос вопросом. Иисус Христос точно так делает. И вот они спрашивают у него, позволите ли разводиться мужу с женой? И он сказал им ответ, что заповедовал вам Моисей? Какая заповедь у Библии есть, что можно развестись? И вот здесь он поймал фарисеев, потому что фарисеи думали, что они его как раз поймают, а он говорит, вы скажите мне, какую заповедь Моисей дал, чтобы мужчина и женщина разводились, и один или другой входил в блуд или неверность? И вот они снова сказали, Моисей заповедал, нет закона, Моисей заповедовал писать разводное письмо, разводное письмо, он позволяет только, братья и сестры, был момент в жизни Иисуса Христа, когда его пригласили на свадьбу, это было в Кане Галилейской, и в Кане Галилейской он был на свадьбе, на очень интересной свадьбы, Кана, Галилейская, это так, как, знаете, если кто из Узбекистана, с Киргизии, из Таджикистана, весь Тукум приглашается, вся улица приглашается, на свадьбу это не только там родственник, это ж, это ж, это ж, ну, все, все, все должны участвовать, палатку ставят, угощают, все остальное, Иисус Христос приглашен или приглашен на эту свадьбу, происходит величайшая трагедия, будь то в Узбекистане, будь то это в Таджикистане или Казахстане, Киргизии, нехватка пищи, да не дай Бог, чтобы пищи не хватило, это свадьба, а здесь как раз вина не хватает, вы знаете, если муж пошел к фарисеям через 2-3 дня и сказала, она оскорбила меня, ее родители оскорбили меня, мне стыдно, я на работу пошел, на работе мне говорят, так это ты, у вас там вина не хватило, он говорит, напишите мне письмо разводное, потому что она меня оскорбила, вот до того фарисеи допускали вот эту неверность в жизни, Иисус Христос зная вот этот нюанс и мать подводит людей и говорит, сделайте все, что Он вам скажет. Величайшее чудо Иисуса Христа здесь, что Он спасает Он от стыда, от блуда пару. Величайшее чудо в Кане Галилейском, что вот эта пара, она была остромленная, она была в стыде, потому что не хватало вина, и Он бы мог на третий, на четвертый день пойти к фарисеям, пойти своим раввинам там и сказать, дайте мне разводное письмо. Иисус спасает молодую пару. Братья и сестры, да Он не только их спасает, у них была встреча с Иисусом. Братья и сестры, назовите мне одну встречу с Иисусом, где люди не радовались. Ну, есть один богатый человек, богатый юноша, юрист, эгоист, он все законы исполняет. И когда Он отошел от Иисуса Христа, Священное Писание говорит нам, что Его лицо было печальное. Но вот эта молодая пара никогда в своей жизни не забудет тот момент, где Иисус Христос спас их свадьбу, сохранил их от стыда, сохранил от этого общего такого, знаете, стыгма, или как говорится, что-то на них такое бремя такое, что у них что-то не хватило во время свадьбы. Братья и сестры, Иисус Христос не только вот эту женщину сохранил молодую от развода в Кане и Галилейском. Иисус Христос любил помогать людям. Все, которые приближались к Нему, они исцелялись. Мария Магдалина, ее психологические проблемы были. Там называется одержимость и все остальное. И когда она имела встречу с Иисусом, Мария Магдалина исцелилась. А если взять другую женщину, которая была abused by men, значит, мужчины ее использовали. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой мужчина, как грязь эта женщина. и он проходит Самарию, и у колодца в Самарии он встречает женщину, которая почти что была уничтожена мужчинами. Женщина была в поиске любви. И у колодца она встречает источника любви. У колодца она видит Иисуса. братья и сестры, он помогает одной женщине, которая была полностью изнасилована, может быть, много раз. Испорчен вид женщины, и он восстанавливает. И Священное Писание говорит нам, что знаете, сколько дней он с ней еще остался, и со всем этим городом два дня. Самый близкий путь пешком от Иерусалима в Галилею это через Самарию. А он через Самарию ушел и находит разбитую женщину у колодца. В полдень женщины в полдень не идут. А вот она там, она хотела быть наедине, встретиться, как-то найти и находит Иисуса. Иисус ей помогает. Другая женщина от стыда в своей жизни, от стыда в своей жизни, никто не мог к ней прикоснуться, никто к ней не мог прикоснуться. И она в толпе протягивает свою ручку и пальцем трогает только его одежду. Иисус говорит, кто затронул меня? Обворачивается, все смотрят, ее трогать нельзя, все отстраняются от нее. И он говорит, вера твоя спасла тебя. тех женщин, которых общество стыдилось, тех женщин, которых общество изнасиловало и не использовало их правильно, Иисус Христос их спасал. Да и пришел он к одному фарисию на ужин. Говорит, почему ты это позволяешь? Он говорит, я в твой дом зашел, ты мне ноги не вымыл. Я в твой дом зашел, ты мне лапзания не дал. А она с этого момента слезами своими мне ноги вымыл. Волосами своими она мне ноги протерла. Знаете, какой это позор, когда ты придешь в дом в те времена в Иисуса Христа, чтоб ноги не вымыть и не поцеловать человека. А она говорит, не может. И вот этот пример по всему миру будет рассказан. Потому что он восстанавливает тупадшую женщину, которую мужчины уничтожили. Так что, братья и сестры, я просто женщин такие примеры привел, чтобы вы, мужчины, знали. Один Иосиф Соломон использовал, Давид использовал. Один Иосиф говорит, я не могу согрешить против Бога. Поймите, вот этот простой-простой акт Давида. Он посмотрел и увидел. Или увидел, посмотрел. Будьте осторожны со своими глазами. Куда вы смотрите, когда вы смотрите, где вы смотрите. Это очень важно. И вот здесь тогда Иисус Христос дальше идет, говорит, и он сказал, Моисей позволяет, позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал ему ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. По жестокосердию вашему, по жестокосердию вот этих вот людей, он только позволял, а Библия не имеет этого закона. Иисус Христос идет к первоисточникам, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетает, вот человек да не разлучает. Фарисеи разлучали ежедневно браки человеческие. И вот Христос подчеркивает и говорит так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его же о том, и он сказал, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее, и если же жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Братья и сестры, Иисус Христос приводит нас к первому источнику, что жена является убежищем мужчины. Если вы будете уважать будете ее любить, самое главное, в чем, помните, мы, когда говорили о психологической разнице, жена нуждается в любви, мужчина уважение, жена нуждается в безопасности или security, а мужчина нуждается в success. И жена может или уничтожить своего мужа, затоптать, покуливать его, или помочь, и, значит, воспитывать его. Иисус Христос говорит, вначале не было так. Бог сотворил мужчину и женщину, оставит муж, оставит человек, мать и отца своих, и он прилепится к жене своей и станет одной плотью. Одной плотью. Это, значит, это стать одной плотью, это одна из таинств, одна из таинств христианства. Знаете, свадьба, вот жизнь, жить вместе с женой и любить друг друга до смерти, до смерти, это одно таинство. Но каждый из нас знает. Я убежден, я убежден, что каждый из вас знает, как вы можете сохранить свою сопружескую жизнь. Знаете, что не позволяет нам? У меня двоюродная или не двоюродная племянница. Племянница в Австралии, ее муж PHD, доктор социологии. И он также является family counselor, семейный консультант. И когда я узнал, я уже тему знал эту, я сказал, я хочу с вами встретиться, можно с вами кофе или что такое, у меня есть некоторые вопросы. Я спрашиваю своего родственника, и он также профессор университета, преподает на разные темы, и для государства является также семейным консультантом. Я в него спросил, какая самая большая причина о разводе или неверности в семье. Я, у меня есть список двадцать причин, но я двадцать не буду проходить, скажу вам, что он мне сказал. Он сказал, это эгоизм человека, это самолюбие, самолюбие, selfishness, selfishness. Когда мы самолюбивые, когда мы проявляем эгоизм, то мы хотим только что хорошо для нас и забываем, что мы призваны для того, чтобы до смерти любить свою жену в беде или в богатстве или, значит, в болезни и во всех обстоятельствах своей жизни. Эгоизм, самолюбие заставляет человека нарушать заповеди Божьи. Он сказал, это первый долг. Я спросил ее, ну и как ты консультируешь, что ты делаешь? Он говорит, знаешь, когда пара зайдет ко мне, я могу сразу определить, предписать им государственное письмо на развод или, как христианин говорит, я бы хотел восстановить эту семью. Я говорю, и что ты выбираешь? Он говорит, если бы я был неверующим, я каждого бы развел и все. Дал им разводное письмо, как официальный человек от государства, хоть к какому юристу пойдут и вот, семейный консултант приписал вам, значит, как доктор приписывает вам рецепт. Но он говорит, задача моя не разрушить семью, а задача моя восстановить. Я говорю, почему? И он натолкнул меня на эту мысль, что Иисус Христос восстанавливает все. Слепой начинает видеть, хромой начинает ходить нормально, глухой начинает слышать. а тот, который был глухой и немой, тоже начинает. Тот, который ребенок умер у родителей, он восстанавливает. Лазарь умирает, он его воскрешает. Иисус Христос восстанавливает вас и меня. И вот задача у нас, братья и сестры, как же это все происходит? у меня есть другие примеры, которые директора, которые упали. Я вам хочу сказать, что большинство разов это все происходит не за один день, не за два дня, не за три дня, а это умышленное. Человек планирует, человек хочет это сделать, и в конце концов он это делает. Если только вам напомянуть, какие еще причины заставляют людей разводиться, одно из них, которое по списку, это финансовое давление. Потом жена хочет найти свою работу, свою жизнь, и смотрит, что муж не тот, который она бы хотела. И в миру многие люди считают, что они не поженились правильно. И потом говорят, я бы должен выйти за такого, за другого человека, я никогда не анализировал. Перед тем, как я вышел за эту женщину, я не просил ее статистику ее атрибутов или даров, ее сильные стороны, ее слабые стороны, а теперь я понимаю, что мы не можем жить вместе. У нас в Виланойзе развод есть no fault de vos. Вы знаете, что такое no fault de vos? Не надо причины. Вы можете себе представить, в Виланойзе такой либеральный штат, но без причины ты можешь в суд и разводиться. no fault de vos. Без всякого обвинения. Вот до чего Америка дошла. И братья и сестры финансовые, и потом беспокойство, которое тревожит людей, секретные грехи, которые жена или муж не знают, и потом у них эмоциональная такая растянутость, и потом все ломается. И различия воспитания детей, конфликт воспитания детей. Можете себе представить, что жена имеет одно мнение воспитания детей, муж имеет другое мнение воспитания детей, и потом говорит, хорошо, я сына забираю, ты дочь забирай, и ты воспитывай дочь как ты хочешь, а я буду воспитывать сына как я думаю. еще горе, депрессия, жадность, стыд, гнев и суетность. И еще есть право на свое. Значит, каждый человек хочет иметь свое право на это. И вот вы понимаете, братья и сестры, что этот грех, о котором мы сегодня говорим, я думаю, что он и существует даже в славянских церквах. Не до той степени, в которой мы находим ее, значит, в американских церквах или в общинах. Сейчас я хочу поделиться с вами вот этой презентацией, да, и больше всего оно склонено к неверующим людям, и статистике, и как неверующие люди изменивают друг другу, и разные виды измены, разные виды, потому что меня попросили, чтобы я сделал, и мы посмотрим виды измены или виды неверности. Оно более к секулярному обществу, да, но оно может здесь быть даже в нашем обществе, да, и вот виды измены и неверность, неверность, определение неверности, неверность неверен моральному обязательству, это определение, вот неверность неверен моральному обязательству, да, и И в контексте отношения – это акт нарушения обещаний, которые мы давали, чтобы оставаться верным своему партнеру. Вместо того, чтобы использовать «измена», я взял слово «неверность», вместо того, чтобы взять это слово «измена». И вот виды изменности, которые происходят в нашей жизни. Люди обычно связывают неверность с сексуальным отношением, но есть и другие виды неверности. Есть другие виды неверности. И вот виды неверности. Посмотрим на виды неверности. Секс или интимность – не единственный способ обмануть вашего партнера. Когда что-то еще становится приоритетом. Можете себе представить, мужчина, что ваша жена является объектом украшения в вашем доме. Она красивая, модель почти что. Но у вас что-то другое занимает, даже если жена у вас является моделем. Когда что-то еще заменяет. Что-то еще. Что это может быть? Муж обратился к консультанту по поводу брака. Его жена чувствует себя одинокой и игнорируемой. Поэтому хочет развода. Почему? Он работает и не проводит с ней времени, даже когда он был дома. Помните, мы говорили, что женщина нуждается в общении больше всего. Мужчина не обязательно. Но жена, она нуждается в общении. И вот женщина чувствует себя игнорируемой и одинокой. И муж приходит к этому советнику и говорит, что жена хочет разводиться со мной. Братья и сестры, не забудьте, ваша жена – это живое существо. Это не декоративный объект в вашем доме. Это не то, что вы только поставили и смотрите. Вам надо общаться. Вам надо любить. И вам надо знать, с кем вы имеете дело. С бесчисленным количеством отвлекающихся факторов. Неубедительно, что зависимость от объектов также считается формой неверности. Зависимость на разные объекты. И знаете, когда человек, мужчина вовлекается, или это спорт, или это какое-то хобби, до той степени, что жена нервничает, вы просто не понимаете, что жена чувствует, что это… Он оставил меня. Он оставил меня. Он не хочет иметь дело со мной. Когда что-то еще становится приоритетом. Сосредотачивать свое внимание и энергию над чем-то ином, чем над отношением. Это может быть работа, социальные сети, или даже ваш смартфон. Смартфон, я знаю, что некоторые в смартфоне имеют stocks и bonds. Покупают, продают. Вы знаете, что это, да? Stocks и bonds. Ну, покупаешь, продаешь stocks и bonds. И постоянно надо сидеть. Вот сейчас мой stock, или это базар такой, да, stocks. И я сам немножечко попробовал посмотреть, и всегда деньги теряешь. Когда оно повысилось, знаете, вы продаете. А когда оно упало, вы покупаете. И стараетесь купить, вот, например, 100 stocks, да? И как только он повышается, он повысилось. Вы распродаете, а потом ждете. Через день, через два дня оно снизилось. Из-за этих 100 у вас уже 105, 106. И вы постоянно сидите в своем смартфоне и стараетесь, когда этот stock поднимется, когда он упадет, чтобы его продать и купить. Знаете, а у вас он не один, а у вас, может быть, 12, 13, 16 таких вещей. И когда начинаешь играть, а не знаешь, какой stock, когда он поднимется, когда упадет. А надо, чтобы кто-то был инсайдер. Знаете, чтобы там кто-то, значит, мог тебе подсказать. Или кто-то, ой, слушай, через два часа там stock поднимется. Продавай. Ну, это уже покупать и продавать, да? И, значит, привязанность к смартфону может быть, да? Когда что-то еще становится приоритетом. Пойдем. Предметный роман может привести к недостатку внимания, общения и интимности в вашем отношении. Эти негативные последствия вызывают пристрастие к отвлекающих вещах, показывающих, что на самом деле секс не единственный способ обмануть своего партнера. Финансовая неверность. Это меня удивило. Финансовая неверность. Когда деньги встают между вами и вашей сопругой. Нередко денежные вопросы вызывают конфликт в отношении, особенно когда речь идет о лже. Эта ситуация считается одним из видов неверности. И если вы не будете осторожны, ваши негативные привычки могут быстро превратить в финансовую неверность. И вы спрашиваете, что именно считается финансовой неверностью? И вот бизнес-инсайдер, бизнес-магазин перечисляет денежную ложь, которая может разрушить ваши отношения. Вот они. Ложь о том, сколько денег ты зарабатываешь. Ложь о том, как вы зарабатываете свои деньги. Ложь о твоем долге. Ложь о вещах, которые вы покупаете. Ложь о заеме денег другим друзьям и семьям. Ложь о наличии банковских счетов, о которых другой не знает. Это финансовая неверность, когда вы скрываете от жены или от мужа некоторые финансовые действия в вашей жизни. И поэтому советуют всегда marriage counseling перед свадьбой, чтобы у вас был один счет. Ну, и жена знала, так как у меня тоже. Моя жена финансист, а я деньги приношу. И потом мы смотрим, сколько мы расходуем и так далее. Так что у нас секретов таких нет. Эмоциональная неверность. Я думаю, что вам это даже понятно. Эмоциональная привязанность к кому-то другому испортит ваш брак. Если вы тратите дополнительное время на то, чтобы подготовиться к тому, чтобы произвести впечатление на коллегу. Или даже регулярно обедаете с ними и скрываете это от своего сопруга. Это считается эмоциональным романом. Эмоциональная неверность. Один из главных причин, по которой эмоциональная неверность опасна, заключается в том, что ее легко скрыть. Нелегко доказать, что ваш партнер может быть вовлечен в эмоциональные отношения. Встреча за кофе на работе каждый день с мужчиной или с женщиной. Обсуждая разные вопросы. А потом одеваться для привлечения другого, индивидуального человека. Не в общем, чтобы этикета приличия заставляет нас одеваться определенно, где мы работаем. Или как мы работаем. Но если одеваться для того, чтобы мы знаем определенно привлекать какого-то человека, то это уже эмоциональная неверность. Эмоциональная неверность, продолжая эти виды неверности, могут нанести такой же ущерб вашим отношениям, как и секс. Может быть, даже больше. Хотя пары остерегаются, и хотя вы можете иметь чувства друг о друге, и думаете, что вы делаете не имеет большого значения, это может стать началом конца вашего брака. Неверность сексуальная – это всегда выбор. Соломон выбрал, Давид выбрал, и все виды изменения, кроме фарисеев, которые искушали Иисуса Христа, они выдавали людям письмо о разводе. И это письмо о разводе не всегда было выбором. Но фарисеи, и у них другая школа была, где другие фарисеи не разрешали этого. Ну, большинство из них за все разные такие глупые причины давали разводы. И хотя моногамия высоко ценится и считается обязательной во всех отношениях, психологи и эксперты по неверности утверждают, что около 50 и даже до 70% мужчин изменяют своим женам. Это не в церквах, это в миру. Я, когда, я этому не поверил, когда с женой поделился, я говорю, Наташа, я говорю, как ты думаешь? Она говорит, я думаю, что это правда. Я просто удивился. Так что, половина мужчин, с которыми вы работаете на работе, знайте, что они знают, как к вам подойти, они знают, как вас оболстить, потому что многие из них уже это раз делали, а может, два раза. И поэтому для нас, верующих, надо быть очень осторожными, потому что неверующие люди именно делают такой выбор. Оппортунистическая неверность. Это оппочинали или возможность. Оппортунистическая, потому что сейчас русские слова, английские слова, стоят русскими словами. И вот оппортунистическая неверность или возможность, когда человек знает, что вероятность быть пойманным минимальна. Этот тип неверности, как правило, является одноразовым опытом. Однако чувство вины постепенно ослабевает, поскольку страх быть пойманным стихает. И потом, романтическая или эмоциональная неверность. Это разорванный брак. Этот тип неверности возникает, когда между парами существует небольшая эмоциональная привязанность. Они преданы своим партнерам и стремятся заставить брак работать. Но их стремление к интимной, любящей связи с кем-то еще заставляет их действовать на основании своего обмана. конфликтирующая, романтичная неверность. Этот тип неверности включает в себя переживание романтичных чувств более чем одного человека одновременно. Можно испытать сильную эмоциональную связь для нескольких людей одновременно. И памятная или мемориальная неверность, это тип измена, происходит, когда пара связана простым чувством привязанности друг к другу. Нет подлинного чувства или сексуального желания, связывающего их, за исключением обязательства. Они оправдывают себя, что имеют право искать то, чего не хватает в нынешнем браке. В этом типе неверности они стремятся сохранить свои нынешние отношения при любви, при любых обстоятельствах из-за страха быть признанным неудачным. Неудачным это слово фейлия, он не хочет быть фейлием. Измена потребности одобрения. Одобрение это accept. Я когда accept по-русски не знаю acceptance, а по-русски слово значит ободрение или accept, оно переводится в гугл как accept. Сильная потребность в ободрении. Сильная потребность в ободрении. Когда люди изменяют своим сопругам для интуитивной необходимости апробации. Апробации это значит approval. Это тоже русское слово или английское слово на апробации. Approval. Это попадает в категории обязательной неверности. Этот тип неверности основан на страхе осторожения, страх отказа. Здесь могут быть сильные чувства любви и привязанности к их супругу. Но в конце, но в конечном итоге они все равно обманывают из-за сильной потребности в одобрение. Это в acceptance. Если жена отвергает мужа, а другая женщина воспринимает его, не то, что отвергает, но она имеет такие чувства, где он не чувствует себя respected, уважаемым. И тогда происходят проблемы, особенно на работах. Ситуационная неверность. Человек, который решает быть в компании друзей, которые обманывают своих сопругов и допускает давление со стороны сверстников и не в состоянии устоять сверстникам или своей компанией. Поэтому Писание говорит, чтобы мы имели больше общения с верующими, а не так, как неверующие. Это Псалом первый. Обстоятельная неверность. Обстоятельная неверность, когда человек отказывается, оказывается в обстановке, когда легко обмануть и знает, что с большой вероятностью он не будет пойман, например, во время рабочей поездки в другом штате, в другой стране и так далее. Это когда бизнесмены уезжают, секретарь с ними может быть и так далее, другие коллеги работники, и они совсем в другой обстановке, совсем в других местах останавливаются в гостиницах и так далее. Это может произойти. И вот случайная неверность, когда человек поддается обману под воздействием наркотиков, алкоголя, что против его, что портит ему здраво мыслить. И когда человек нездраво мыслит, он глупо поступает. Преднамеренная неверность, умышленная неверность. В отличие от других, эта измена является постоянным и обычно хроническим. Это может быть нужда в сексуальном возбуждении, эмоциональном удовлетворении или даже потребность в азартных чувствах. Это хорошо оцененный выбор, выходя из границы верности. Это бессовестный человек. Да все они бессовестные, когда посмотреть на все это. Извините за такой список, список такой, но я хотел, чтобы вы имели представление, что происходит в миру, да? Да и мы где работаем? Мы же не все в церкви работаем. Я был благословен, потому что я работал в миссии, в христианской миссии, много так, но бывает, но бывает. Например, я вам расскажу, утром встаю, кофе делаю себе, и раз жена что-то здесь, и кружка моя может быть мокрая, поскользнулся я, и кружка упала, разбилась, а жена моя, да иди отсюда, что ты мне напакостил мою кухню? Я приезжаю в офис, сажусь за свой стол, подходит ко мне наш уважаемый PR персон, по коммуникации, значит, и у нас есть бумага, над которой нам надо работать. Она заходит в мой офис, в руке кофе, я говорю, слушай, я тоже пойду кофе себе возьму, подожди, я пошел себе кофе взял, пришел назад, она спрашивает, а ты черный кофе пьешь или белый? Но half and half, я, значит, с кремом, а сахар используешь? Нет, без сахара, а у тебя какой кофе? Dunkin' Donuts или Starbucks или у тебя Columbian кофе или High Altitude кофе, какой ты кофе пьешь? Я сижу думаю, вот это да, она даже интересуется, какой кофе, а здесь моя жена мне сказала, да вон, ты иди отсюда, разлил, ты мне размазал мою кухню. и потом мы над документом работаем, она такие умные вопросы задает, мы вместе смотрим на все это, потом говорит, хорошо, сегодня мы вот не закончим, давай завтра продолжим, а это завтра выходит на следующий день, а потом я говорю, слушай, у нас сегодня гость, да, давай мы на обед пойдем и вместе с гостью и все остальное, и вот это медленно вот так, какая-то маленькая ошибка может быть в доме, но эта маленькая ошибка превращается потом больше и больше и больше возрастает. Братья и сестры, Иисус Христос был против всего этого. Иисус Христос сказал фарисеям и саддукеям по жестокосердию вашему Моисей разрешил, но я не разрешаю вам. Ученики снова задают вопрос, неужели это так? Он говорит, да, если разведешься без причины и муж или жена приливодействуем. Мы являемся неверными своим сопругам и своим партнером. В Библии много примеров, да, вы знаете из Ветхого Завета, да поможет нам Господь, чтобы мы могли в своей жизни быть очень осторожными. Братья и сестры, это должны быть очень осторожными. Вы говорите, можете смотреть на меня, ну вот, ты жизнь прожил, работал, были в тебя случаи, чтобы вот именно вот это произошло. Братья и сестры, хочу вам сказать, что у меня было сто двадцать шесть молитвенников. Перед тем, как я начал служение, я начал собирать людей, которые обещали мне, что они будут молиться за меня и за моих детей. Один из таких молитвенных, которых я не знал, вот сидит сестра, вот там далеко, вот старушка, которая слушает даже до настоящего дня передачи здесь в Портло, некоторых мы уже двадцать лет с лишним или не знаю, но у меня на списке, и я своим молитвенникам писал о своих нуждах, и они молились. И потом у меня финансовые поддерживания, которые меня финансово поддерживали, я писал, было у меня сто тридцать личностей, или там включая церкви, которые именно были заинтересованы о финансовых нуждах, где я работал и что я делал. Господь меня лично сохранил. Вот этот весь список, я не могу сказать, что я впал в какой-то один из их, но не думайте, я не говорю это с какой-то гордостью, я говорю это лишь потому, что мои родители, мой папа и мама не только воспитали, но молитвенники, которые были на моей стороне и молились. Вы думаете, что это в моем возрасте? Вы думаете, нет таких чувств? Я вам скажу, что даже в этом возрасте у мужчин есть такие чувства, но женщины, когда уже менопоз пройдут, у них желание сексуальное, она очень уже отпадает. И поэтому мужьям моего возраста, в которых еще вот этот инстинкт появляется, очень опасный период в нашей жизни. Я просто говорю вам это, чтобы братья, которые еще не пережили это, а те, которые имеют жен, которые только начинают проходить менопоз, вы знаете, что вы должны с женой очень осторожно, аккуратно, чтобы в вашей жизни, в конце вашей жизни, чтобы вы окончили хорошо. Понимаете? Когда я про Соломона прочитал, мне было очень тяжело. Когда я про Давида читал, мне тоже было тяжело, какие последствия пошли от этих мужей Божьих. И поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы в своей жизни остерегали свою жену. Любите жену, она вас будет уважать. Дайте ей security, безопасность, и вы будете успешны. Вот эти вот два пункта, которые мы смотрели на психологические разницы мужчины и женщины. Ваша жена нуждается в любви, муж нуждается в уважении. Если у вас это будет, то ваша жена будет вашим убежищем. Нет сладшей жизни, чем приехать домой, и жена поцелует меня, обнимет меня, и я в объятиях своей жене, а не в чужой жене, не чужой женщины. Нет лучшей и сладшей жизни, чем когда вы проявляете любовь между друг другом, и она эта любовь, она возрастает и стает крепче и лучше, когда вы стареете. Братья и сестры, спасибо за ваше внимание. Я знаю, что это очень был тяжелый, тяжелая тема, очень сложная тема, но поможет нам Господь быть верным и верным до конца. Встанем помолимся. Отче наш, благодарим Тебя, что Ты имел те же чувствования, как и мы, но Ты, Господи, победил. Ты начальник и совершитель нашей веры, и Ты хочешь, чтобы мы приближались в образ нашего Спасителя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за каждого брата, за каждую сестру, за семью, за детей, за внуков, которые эта община сейчас представляет. Благодарю Тебя, Господь, Ты даешь нам Слово Своё. И через Слово Своё мы научаемся, Ты наставляешь нас, Ты ободряешь нас, и помоги нам, Господь, быть верными. Мы знаем, Господь, такие мужья, которых Ты очень любил, как Давида. И то, Господи, бы спрашивали, почему? Почему так случилось с такими великими мужьями? Помоги нам, охрани нас, веди нас, и успокаивай нас даже в моменты нашей тревоги. Тебе вечная слава, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Владимир, у нас есть один вопрос из зала для Вас. Может быть, сразу, чтобы мы больше не возвращались к этой теме. Я сейчас высвечу его и прочту. Значит, вопрос следующий. Когда супруг или супруга обманули до свадьбы или просто не сказали своей супруге супругу что-то очень важное и проходит время после свадьбы, это очень большая проблема вплоть до развода. Вопрос следующий. Как быть в таком случае для обманутой стороны? Я сторончик не развода. Я сторончик, чтобы или придерживаюсь той стороны. какой грех мы можем совершить, который Бог не может простить? есть такой грех? Да. Когда мы отвергаем Духа Святого, когда мы не принимаем благодать Божию, когда Дух Святой стучит в наше сердце, А мы говорим нет. Господь меня, да не может быть, что он будет там в раю. Я всегда думаю, неужели ты в день своей смерти взял, покаялся? Негодяй такой, понимаете? А Господь прощает. Если вы такого негодяя найдете в своем доме, если он покается, простите. Если он семь раз покается, простите. Я знаю, что это трудно сказать. Selfishness. Самолюбие. Меня он обидел, я никогда не прощу. Самолюбие нарушает очень много, очень много. Если муж или жена исповедуют и расскажут вам, искренно раскаются, простите. Помните, мы говорили, не вспоминайте прошлые грехи. Если вы простили, никогда больше этот грех не вспоминайте вместе. И постоянно этот молоток в вашей руке, и вы будете добивать его или добивать ее. И определитесь, что я буду теперь верен. И все. Я знаю, что это тяжело. На словах это легко сказать. Это легко сказать на словах. но когда был человек поранен душой и духом и психия была поранена у человека, это сложно. Но Священное Писание говорит прощайте. Я на стороне простите. Скажите прощаю, обнимаю, люблю и буду с тобой до смерти, до смерти жизни. Продолжение следует...